Крепче держаться за баранку челнинским автолюбителям придется уже совсем скоро. Меняется сезон, начинаются первые заморозки, а значит за дорогой нужно следить еще тщательнее. Порой водители оставляют машину зимовать, не рискуя своим и чужим здоровьем. Но некоторые лед воспринимают и вовсе как площадку для экстрима. Как найти золотую середину в поведении на дороге, сегодня расскажет наш гость, инструктор по контраварийному вождению Андрей Пронин. Андрей, добрый вечер. Добрый. Сейчас идет смена сезона. В днем бывает достаточно тепло, но ночью наступают заморозки, температура опускается до нулевых. Полагаю, что стиль вождения в этот период должен быть особенным, не летним и не зимним. Каким же? Ну, в принципе, существует все-таки два стиля вождения. То есть это летний и зимний все-таки. То есть контраварийная подготовка, она делится на два этапа. То есть именно этап зима и этап лето. То есть поэтому какого-то вот среднего стиля вождения его в принципе нет. То есть мы все-таки используем на сухом асфальте летний стиль вождения, когда уже лед, снег, тогда зимний. Просто нужно в перепады вот такие вот, то есть выезжая ночью, понимать, что днем были лужи, ночью уже может быть лед и как-то аккуратнее быть со скоростным режимом. Как бы мы ни старались, традиционно ежегодно наступает день жестянщика. Растет число мелких ДТП и причина которых летняя резина на зимней дороге. По поводу, когда менять. Менять всегда лучше немножко заранее. То есть не дожидаться, что вот выпал снег, я поменяю, да, то есть это уже поздно на самом деле. То есть менять резину нужно тогда, когда вот именно у нас температура становится, ну как шиномонтажники рекомендуют, где-то плюс, пять градусов. То есть уже сейчас? Да, уже в принципе сейчас можно переходить на зимнюю резину. Кто-то говорит, ну вот на асфальте вылетают шипы. Как сказал мой хороший один друг шиномонтажник, лучше потерять один шип, чем хотя бы одну фару. По-вашему оптимальная резина для города это шипы или все-таки липучки? У нас все-таки пока, наверное, шипы. То есть если где-то южнее там, наверное, липучки больше идут, то есть то у нас снега достаточно много. Поэтому во дворах заезжаем часто. Поэтому в нашем климате лучше, наверное, все-таки шипы. А как специалист, как вы оцениваете уровень челнинских автолюбителей? Какие ошибки чаще всего замечаете на дорогах? Ну у начинающих водителей это незнание габаритов автомобиля. То есть они думают, что они успеют проехать, что они проскочат, что они там куда-то поместятся. На самом деле не так, могут не поместиться. Вот опять же работа на больших скоростях, то есть такая, то есть как бы этого в автошколах не проходили, контраварийная подготовка, если человек не проходил, вот ему кажется, что он успеет остановиться. А на самом деле со стороны уже видно, что он не успеет. Каковы ваши пожелания челнинским автолюбителям в преддверии зимнего сезона и в общем по поведению на дорогах? Ну по поведению на дорогах это первое не гонять. То есть вот прям смена сезона, когда вот выпадает снег, во-первых, это переобуться на зимнюю резину обязательно. То есть ну не надо тянуть до последнего, когда уже выпадет снег и после этого ехать. Когда вот первый снег выпадает, быть предельно аккуратным на дороге, то есть и снижать скоростной режим. Потому что все привыкли, что летом асфальт сухой, можно гонять, дорогу машина держит хорошо и вот с первым гололедом эта ошибка прям очень серьезно выстреливает. То есть это сразу же наезды на бордюр, разбитая ходовка впереди автомобиля, покалеченные бампера, соседские автомобили и так далее. То есть с гололедом первое, что делаем, это ставим зимнюю резину и снижаем скоростью. Спасибо, Андрей, что посетили нашу студию. Беседа была очень увлекательной и думаю полезной для многих автолюбителей. Спасибо. Я напомню, сегодня у нас в студии был инструктор по контраварийному вождению Андрей Пронин.